Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке мы будем диагностировать работу сердца. Простая, самостоятельно проведенная процедура поможет тебе узнать многое о состоянии здоровья. Перед тем как бежать к врачам широкой квалификации, сдавать кучу анализов, чтобы узнать, в чем причина недобогания, попробуй продиагностировать себя сам. Вероятно, результаты исследований помогут тебе узнать, какие органы не в порядке и что нужно лечить. Сердце — коварный орган, он может долго не давать знать о существующих в нем проблемах, стучать ровно и ритмично, а потом раз — и сжимается в инфаркте. Предлагаем тебе для профилактики провести следующую процедуру. Небольшую емкость налей очень холодной воды, можно даже со льдом. Затем погрузи в нее ладони на 30 секунд и оцени результаты. Если кончики пальцев стали бледными или синюшнего цвета, значит, имеются проблемы с кровообращением. Работа сердца человека зависит от многих факторов — наследственности веса, физических нагрузок, побочного эффекта от принимаемых медицинских препаратов стресса. На наличие проблем первым делом реагируют кровеносные сосуды на кончиках пальцев, в носу и даже ушах. Они слабеют от плохого кровообращения, теряют чувствительность, воспаляются. Плохая циркуляция крови — не приговор, ее можно улучшить даже с помощью питания. Вот что рекомендуют есть и принимать народные целители. Продукты для хорошей работы сердца. Чеснок предотвращает развитие атеросклероза, снижает давление, устраняет холестериновый налет в кровеносных сосудах. Эфирные масла расслабляют тело, благодаря термогенным свойствам улучшают кровоток. Содержащиеся в имбире джинджерол и зингерон предотвращают образование сгустков крови. Высокая концентрация капсаицина в каенском перце укрепляет артерии. Экстракт листьев гинкобелоба увеличивает циркуляцию крови в мозге и улучшает память. Содержащийся в конском каштане эсцин укрепляет стенки капилляров, предотвращает варикоз. Семена льна, содержащие клетчатку, жирные кислоты и лигнаны, побеждают гипертонию. Диагнозника, проведенная с помощью ледяной воды, может дать тебе общую информацию о состоянии кровеносной системы. Она проводится на том этапе, когда еще есть возможность помочь себе самому. Но помни, что серьезные перебои в работе сердца нельзя оставлять без внимания специалиста, их должен лечить кардиолог. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.